Итак, ребят, всем привет! С вами Седой Копатель. Сегодня я буду вам рассказывать и делиться историей об одной интересной монетой. Монета действительно очень интересная, распространенная, тираж был большой и выпускалась она 20 лет. Монета в простонародье называется Царица Полей. Капуста. Две копейки. Александра Первого. И я вам расскажу сегодня именно об одной коллекции, погодовке. Расскажу о монетах много информации, посмотрим разновидности. И я думаю, будет интересно узнать об таких самых распространенных монетах, которые встречаются повсюду. У каждого копателя она в коллекции есть. Но у меня есть целая погодовка. С 1810 по 1830. 20 лет выпускалась монета. И разновидностей, и стоимость монет разная. И вы сегодня узнаете, может быть и у вас находится в закромах такая дорогая монета. Так что поехали. Будет очень интересно. А вашему вниманию я хочу предоставить вот такую вот небольшую коллекцию, погодовку. Как вы видите, я их подписал для наглядности. Все монеты в родной патине. Механической и химической чистке не подвергались. Только вода и мыло. Ну а давайте теперь подробно. Начнем с первого года, когда они стали выпускаться. Как известно, в 1810 году началась чеканка медных монет по новой облегченной монетной стопе. Из-за расчета 24 рубля из пуды меди. Эти монеты сменили более тяжелые и крупные монеты образца 1802 года. Так называемую кольцевого типа. Весовая норма монеты номиналом 2 копейки составляла 13,65 грамма на одну монету. Как это уже часто бывало, с очередной сменой монетной стопы серьезно изменился дизайн монеты. В 1810 году появились сразу три типа монеты номиналом 2 копейки, на которые рисунок орла заметно отличался друг от друга. Эти три типа получили у коллекционеров российских монет свои жаргонные названия. Пчелка, глухарь и капуста. Про них сегодня и пойдет речь. Пчелка. Данный тип появился на Екатеринбургском монетном дворе. Буква ЕМ под названием номинала. И чеканился только в 1810 году. Государственный орел на этом типе характерен своим растрепанным видом, с выделяющими очень крупными перьями на крыльях. Это весьма неудачное решение было исправлено в этом же году. И монеты с таким орлом успели отчеканить не так много. Из-за своей эксклюзивности и необычности монеты с таким орлом получается повышенный спрос у нумизматов. Можно не иметь что-то другое в коллекции, но и своеобразный вид пчелки приобрести надо обязательно. Две копейки 1810 года Екатеринбургского монетного двора Пчелка в каталогах выделяет более шести разновидностей, отличающие от размера короны, цифр, даты и надписи номинала. Ну а сейчас давайте я вам расскажу об этих разновидностях. А может быть у вас она имеется. Две копейки 1810 года ЕМ, НМ. Стоимость такой монеты в сохране ВФ 180 рублей. Но если сохран ХФ достигает 1680 рублей. А разновидность заключается именно в орле Пчелка. Реверс корона узкая, аверс корона узкая. Следующая разновидность Орел Пчелка. Реверс короны широкая, аверс короны узкая. В плохом сохране 480 рублей, в сохране ХФ 6000 рублей. Монета является редкая. Следующая разновидность Орел Пчелка. Реверс корона узкая, аверс корона широкая. В плохом сохране монета достигает 2220 рублей, но если сохран хороший, то уже 13800, также является редкая R1. Следующая разновидность – орел-пчелка, реверс-корона широкая, аверс-корона широкая, в плохом внешнем виде 2340, в хорошем 22800 рублей. Также имеется разновидность – орел-пчелка по дате, дата должна быть большими буквами, в плохом сохране 500, в хорошем уже 69000. Также имеется разновидность – орел-пчелка, 2 копейки, буква И, без дужки. Также имеется разновидность этого года, но с обычным орлом, и разновидность – именно широкий венок. С узким венком является уже раритетом – R3. Следующая монета – 2 копейки 1810 года, с монетным двором – SPB, FG. Базовая цена в плохом сохране – 660 рублей. Цена базовая – XF – 8700. Следующая монета – 2 копейки 1810 года, монетный двор – SPB, MK. Базовая цена – WF – 660 рублей. Базовая цена – XF – 8700. Следующая разновидность – это монета 2 копейки 1810 года, монетный двор – Санкт-Петербург, PS. Базовая цена такой монеты в плохом сохране – 6600. Базовая цена – XF – уже достигает 54000. Очередная двушка – двор – KM. Цена базовая – WF – 420 рублей. Базовая – XF – 3780. Следующая монета – монетный двор – KM, PB. Цена базовая – WF – 1260. Базовая цена – XF – 13800. Следующая монета очень интересная и дорогая. Монетный двор – KM, MK. Базовая цена в плохом сохране – 5100. И в хорошем сохране достигает 60000 рублей. И последняя монета, последняя разновидность – это IMMK. Базовая цена – WF – 660. Цена XF – 5100. Вот такие вот разновидности, достаточно дорогие. А сейчас давайте посмотрим и перейдем к следующей монете. Монета достаточно тоже весьма интересная. Глухарь. Данный тип появился на Сузумском монетном дворе. Буква KM под названием номинала. И чеканился только с 1810 по 1812 год. Государственный орел на этом типе также заметно отличается. Из-за крупных голов, больших широких крыльев на тонкой шеях и короткого хвоста. Он действительно напоминает глухаря или тетерева. Капуста. Данный тип появился на монетных дворах Санкт-Петербурга. Буква СПБ под названием номинала. И колпина. Буква KM и EM. И чеканился вплоть до очередной реформы в 1830 году. Государственный орел на этом типе своими крыльями чем-то и вправду напоминал наложенные друг на друга листья капусты. Цены на продукты в дорогом Петербурге были следующие. За килограмм сыра местного производства просили 2,5 рубля. Килограмм свежепросоленного осетра или белуги стоил в среднем 1 рубль 10 копеек. Килограмм красной икры 1 рубль 75 копеек. Бутылка белого или красного столового вина стоила 80 копеек. Кагора 2 рубля 50 копеек. А бутылка хорошего шампанского 12 рублей. Килограмм турецкого мыла стоил 4 рубля 30 копеек. 100 грамм лучшего курительного табака 75 копеек. А 100 грамм зеленого чая 2 рубля. Зарплата полицмейстера в Херсонской губернии в 1812 году составляла 37 рублей 50 копеек в месяц. А губернского стряпчего, уголовных и гражданских дел 30 рублей. Базнаписец Иван Андреевич Крылов в 1812 году получал жалование 3000 рублей в год. В строившемся Петербурге всегда можно было подработать на стройке. Закладку фундаментов платили 17 рублей с кубической сажени. Закладку стен из тысячи кирпичей около 9 рублей. А за настилку квадратной сажени полов 2 рубля. Согласно объявлений, в 1812 году можно было приобрести в Петербурге близ Троицкого моста небольшой домик с огородом за 4000 рублей. А трехэтажный каменный дом на фонтанке с большим садом за 125 тысяч рублей. В Новгородской губернии можно было купить целую деревню с крестьянами всего за 50 тысяч рублей. В Орловской губернии за полтора миллиона рублей продавалось имение на 8 тысячах десятин земли. Вместе с крестьянами, большим каменным господским домом, винными заводами с выработкой 70 тысяч ведер в год, приодильными и суконными фабриками, конским заводом, оранжереями и садами. Ну и напоследок давайте подведем итоги той монеты, которая находится у меня в коллекции. Данная монета не является редкой Орел-Пчелка, Реверс-Корона-Узкая, Аверс-Корона-Узкая. Стоимость такой монеты достигает в хорошем сохране 1680 рублей. Наша же монета где-то примерно так же и стоит 1000 рублей. На этом не все. Будут еще видеосюжеты, коллекция большая, обзоры монет, разновидности и цены в следующих выпусках. Приятного вам просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok